Добрый день, девчонки! Только что прошла рядом с киоском. Очень хорошая, позитивная новость. С этого дня не будем больше носить маски на улице, только в закрытых помещениях. Вот только что прочитала. Всем привет, всем добрый день! Вот только что прочитала вот в этом киоске, где продают газеты и журналы. До сих пор есть люди, которые читают настоящие газеты и журналы. И что самое интересное, по-итальянски газета будет журнал. Вот я бегу к моей внучке Мелиссе, потому что сегодня тоже будет 35 градусов жары. Я хочу с утра пораньше, сейчас только 8.20 утра. Вы знаете, во сколько я проснулась? Я проснулась в 3.45 утра сегодня. Девчонки, пока добегу до остановки автобуса, хочу рассказать вам интересную вещь, мои наблюдения. Сразу же предупреждаю, что это чисто моё субъективное мнение, никому не навязываю. Чисто из моего опыта последних месяцев. И иногда смотрим на лук итальянок, которые спешат на работу. Так вот, почему я проснулась в 3.45 утра сегодня утром? Потому что я позавчера в субботу вечером выпила антистаминнику. Хотя меня некоторые мои верные подписчики просят не разговаривать про болезни, про лекарства. Мне всё-таки хочется передать мои наблюдения, чисто экспериментальные надо мною. Какие лекарства я принимаю и что эти лекарства приносят мне? Какой эффект? Какие... Господи, как же это по-русски называется? По-итальянски называется эффект indesiderato. Переводится нежелаемый эффект на организм. Так вот, так как я хочу всё-таки добежать до Мелиссы, я, конечно, иду и рассказываю, но это не очень-то красиво, потому что надо телефон держать, надо не забыть сконцентрироваться и не забыть, о чём хотела рассказать. Так вот, в субботу у меня опять началась эта аллергия, которая называется крапивницей. Я считаю, что эта крапивница началась у меня месяца 2-3 назад из-за нервного, как бы называется, из-за нервотрёпки, из-за вот этих вот женщин жестоких, которые меня травят до сих пор. И всё-таки я поверила в то, что все болезни из-за нервов, как утверждают многие врачи. Потому что 53 года я была позитивной, жизнерадостной, абсолютно счастливой женщиной, что бы ни случилось в моей жизни. Никогда никакой депрессии, какими-то грустинками, печальками я не страдала. И даже была всегда уверена, что это блажь, что дурь, болезней, депрессии абсолютно нет. Боже мой, даже в таких маленьких переулочках, когда я разговариваю, и машины, и мото, не дают сконцентрироваться и, наверное, делают шум, да, внутри видео, не люблю. Надо было сесть куда-нибудь, где машин нету. Но так как у меня мало времени, всё-таки хочу добежать до Мелиссы, потому что сегодня будет жара, а позднее ей будет трудно выйти под солнышко. Так вот. Видите, всё равно люди в масках ходят, даже если разрешили ходить без масок. Так вот. К чему я веду? К сожалению, я всё-таки заболела этой депрессией. Первый раз в жизни 54 года. Из-за вот этих вот бесконечной травли жестоких женщин. И я до сих пор хожу на приём амбулаторно к психиатру. Даже не к психотерапевту, а к психиатру. Хотя мне... Я уже сказала, что мои верные подписчики меня попросили не рассказывать об этом. Сегодня я хочу рассказать, потому что, может быть... Потому что, может быть, мой опыт, мой опыт реальный за эти 5-6 месяцев, что случилось с организмом, пригодится в жизни некоторым моим слушателям, зрителям, подписчикам. Может, у кого-то есть какие-то такие проблемы, как бессонница, как аллергия, как депрессия и всё такое. Естественно, врач мне выписала антидепрессанты. Да, я вначале пила эти антидепрессанты, но я потом ходила... Я очень много спала и ходила потом как овощ или комнатное растение. У меня не было сил ни на что. Я даже еле-еле разговаривала. У меня есть некоторые... некоторые... видео того времени, после 23 января, когда я попала в больницу, где я даже еле-еле разговариваю, у меня даже голос поменялся, потому что на тебя находит вот какое-то сонное состояние, абсолютно равнодушное. Ты становишься такая, идёшь, говоришь там что-то, но нету никаких эмоций, никаких сантиментов, никаких вот... вот этих вот счастья или зла, злости. Короче, ничего нету. Ты такая ходишь вся такая, как будто накачанная какими-то наркотиками. К сожалению, многие считают, что все эти таблетки, которые антидепрессанты или снотворные, они все на самом деле легализованные наркотики, поэтому их выписывают врачи, их просто так не продают. Но, к сожалению, врачи тоже, видимо, их выписывают, надеясь на то, что пациенты вылечатся. Но многие, вот очень многие антидепрессанты и снотворные, они наоборот ещё хуже делают. Наоборот, хуже делают здоровью. Во всяком случае мне. Потому что я по жизни жизнерадостный, энергичный, позитивный человек. Я превратилась потихоньку в овощ. Так вот, выпиваю я вот эту вот антистаминика, которая называется Zyrtec по-итальянски. И, ну, естественно, там было написано, что побочное действие, а вот вспомнила, побочное действие – это сон, сонливость. Но сонливость продолжается почти сутки и почти вторые сутки. Я выпила в субботу вечером после ужина и проспала всю ночь, весь день, всю ночь. И сегодня в 3.45 проснулась. Почти 24 часа я проспала. Я вставала иногда. Три раза я встала, съела маленький йогурт белый, натуральный и легла обратно. Три раза я вставала и три раза вот так вот. А потом снова засыпала. Так, Еза Сан Николо. Помните? Иногда буду архитектуру показывать заодно. Я вначале думала, что я сяду в бар и буду показывать, просто рассказывать разговорный жанр. А потом решила, чтобы не терять время, пока не жарко, по дороге рассказать до автобуса. И когда я проснулась, когда я просыпалась три раза, я про себя думала, как такое можно? Как можно делать такие лекарства, от которых ты почти 24 часа спишь и на следующий день тоже спишь? Вот я заметила, у меня проходит на два дня крапивница, когда я выпью одну таблетку. А потом сутки или двое суток я хожу, не болею, а потом снова наступает. Видимо, эффект лекарства проходит и снова начинает эта крапивница появляться. И знаете, вот я подумала, как можно, вот я хочу сказать особенно родителям, если у вас ребёнок начинает, как-то вот учителя все начинают советовать, идите, идите к психологу, у вас сын или дочь такая, вот подросток, да, где-то 12-16 лет, 17 лет. Вот я всё-таки вас хочу предупредить, будьте осторожны со всеми этими лекарствами. Особенно снотворными и антидепрессантами, и вот эти вот антистаминику, где есть снотворное, эффект снотворности, сонливости. Уж точно, если вы хотите давать эти лекарства, они не должны ни работать, ни учиться, как бы они должны быть на каникулах, потому что, девчонки, такая сонливость наступает, ты просто превращаешься вот в овощ, вот ничего неохота делать, ничего, вот прям вставать с кровати неохота, вот наступает абсолютное какое-то безразличие и сонливость, и хочется только спать, 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 поэтому это очень опасно, особенно тем, которые водят, может быть, машину, я даже два раза пошла на красный свет, испугалась сама, можно и в какую-то попасть аварию, хорошо, что издалека начала машина сигналить мне, думаю, что сигналит машина, смотрю, красный светофор начала проходить, поэтому, девчонки, просто хотела дать вам вот эти маленькие советы, что не стоит делать при депрессии, самое главное, мне кажется, это надо всегда любить человека, который в депрессии, помогать ему теплом, заботой и лаской, обнимать побольше, целовать, вот такие вот, ой, не очень-то видно, и ласково относиться, вот я, когда мне плохо, я бегу сразу к Мелиссии, потому что от Мелиссии, от общения с Мелиссией, что она родной мне человек, моя родная внучка, ангелочек, она как бы спасает меня от брусинки, печальки, вот побольше быть с родными людьми, не давать им изолироваться, не давать им изолироваться, вот это вот, хозяйка этого магазина, она всегда ходит в нашу парикмахерскую, вот это вот, смотрите, розовое с белым, я сейчас сама в розовых брюках и в белой блузке от Луиза Спаниоли, в розовых брюках, рваных джинсах от, а вот она я, да, от Пинка, чтобы слишком много о грустинке не говорить, иногда будем о позитивном тоже говорить, и вот, получается, что все-таки надо, во-первых, принимать тогда, когда не учатся и не работают, если уж прямо нужно, нужно принимать эти лекарства со снотворным эффектом, ни в коем случае ребенка без конца, ну, ребенок, подросток, да, не будить, потому что это невозможно, хочется спать, 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 это не специально делаешь нарушно, а потому что вот эффект этого лекарства, он, ты спишь и все, на ходу прямо, потом, все-таки лучше заниматься вот зумбой или танцами, или на фитнес ходить, там вырабатываются эндорфины, гормоны, гормоны счастья, этим хотя бы перебьет вот эту вот депрессию, лучше, чем лекарства, море, бассейны, речка и все остальное, боже мой, везде такое солнце, хочу пройти там, где мало солнца, уже так жарко, дальше, вот все-таки, девчонки, хотя там надеешься, что все пройдет, все в этой жизни проходит, ничего, оказывается, не проходит, которое я никогда в жизни физическими болезнями не болела, ни психологическими, я заболела и депрессией, физической этой крапивницей, и сейчас, я думаю, наверное, пойду я в какую-нибудь аптеку гомо, гомниопатия, как называется, попрошу у них какое-то лекарство от аллергии, мне посоветовала моя одноклассница, подруга детства, через WhatsApp, потому что эти химические препараты очень сильные, очень-очень тебя выключают из жизни, просто выключают, боже мой, везде солнце, люди идут на работу, поэтому будьте осторожны, верьте, когда ваши дети или ваш партнер, муж или жена все время спать хочет, это она не капризничает или он не капризничает, это вот такие вот эффекты на себе испытала вот за этот месяц, но единственное то, что я выспалась все-таки от того, что спала 24 часа беспрерывно, я выспалась, я в 3.45 проснулась такая, думаю, когда проснулась, еще лежу, глаза закрыты и думаю, боже мой, хоть бы не 10 часов вечера, потому что я в последний раз заснула в 6.30 вечера вчера и думаю, господи, а то проснусь в 10 вечера и всю ночь не смогу уснуть, так как весь день спала, и такая, думаю, а мне надо уже с утра идти к Мелиссе, и оказалось, что 3.45, полежала я еще, думаю, может еще посплю, но не поспала, проснулась, чуть-чуть там маленькую уборку сделала, которую не могла делать эти 2-3 дня, пока была сонная, и вот иду теперь к Мелиссе, сейчас возьму автобус в центре, так что, девчонки, я хочу пожелать всем, всем-всем здоровья, самое главное здоровье, а касса здоровье, это самое главное в жизни, не знаю,